Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» продолжает свои поездки по Узбекистану, и на этот раз мы оказались в Кувасае. Город этот сравнительно молодой, был основан в 1954 году, хотя поселения на этом месте появились намного раньше. Первое упоминание – это XIV век. Ну а вот в XXI веке здесь начали строить храм святого праведного Иоанна Кронштадтского. О нем наш сегодняшний рассказ. Название «Кувасай» с узбекского переводится как «горная речка» или «долина реки», но несмотря на такое умиротворенное название, Кувасай – это и промышленный центр. Один из трех цементных заводов Узбекистана – Кувасайской – самый мощный в республике. Вдвое увеличился выпуск цемента с вводом новой 150-метровой вращающейся печи. Ее обслуживают лучшие производственники. Среди них Абдурахманов-Давалиев, комсомолка – Галина Иванова. Хлебом новостроек в 1959 году поэтично назвал репортер киножурнала «Цемент», который производили в Кувасае. Но если цемент скреплял между собой кирпичи советских новостроек, то вера соединила немало жителей этого города. В 90-х годах здесь насельчане молились в доме молитвы. Здесь есть улица Набережная недалеко. Собирались они в доме, молились. Еще в 90-е по желанию прихожан и по благословению архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского Владимира этот новообразованный приход был посвящен памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. А в феврале 2000 года Хакимиат, а иначе говоря, мэрия Кувасае, выделил в центре города земельный участок площадью почти гектар под строительство православного храма. И этого же года, 29 марта получается, по благословению митрополита Владимира Ташкентского и Среднеазиатского, был освящен и заложен первый камень, закладка камня на фундамент построения храма. Молебный дом стал постепенно перебираться в Дом Божий. Сюда приезжали батюшки из Ташкента, а также в начале 2000-х здесь была совершена первая божественная литургия за всю историю Кувасае. То есть за все это время люди, к сожалению, были ограничены от этого таинства. Совершил священник, у нас есть такой протеерей, отец Александр Гречушкин. Сейчас он служит тоже в Ташкентской епархии. Первая божественная литургия была совершена. Когда храм строили, то не хотели делать его по типовому проекту. Хотелось вложить душу, привнести что-то свое. И свое действительно привнесли. Здесь, опять-таки, по рассказам постоянных прихожан, что они собирались сами, и они сами как-то придумывали. Смотрели на похожие российские храмы, московские храмы. И вот спроектировали не то, что как бывает, там типичные штампуют подряд, а вот что-то свое. То есть в этом храме очень много вложено, много душ вложено. И даже местные прихожане рассказывают, если разобрать фундамент храма, он большую часть состоит не из цемента, а из крестов. Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что рабочие работают, их там много. Крестик сорвался, упал в Ростово, побежали в лавочку, мы им там еще один крестик. И так бывает, что у одного человека раз по 20 крестик срывается, ну там лопатой задели, то есть и в нем очень много таких вот орудий. Орудий православия, орудий Христа, конечно. Так что здесь можно сказать, здесь не только потом, тут и не только молитвы, тут уже само заложено орудие против лукавого. Кажется, что храм не расписан, но взгляните наверх. У нас здесь вот есть роспись, расписывала знаменитая, можно сказать, да, Кристина Фрагалия. Она и преподает у нас в семинарии ташкентское искусство и иконопись. Вот, церковное искусство преподает. Вот она согласилась нам вот так вот храму сделать чудо. Очень красиво, тепло даже, можно сказать, насыщенные цвета. Иногда стоишь вот под купол, посмотришь, аж прям вздыхаешь. Здорово, да, красиво постаралась. Молодой кувасайский приход духовно окормляло немало священников. Нынешний настоятель, отец Александр, здесь не так давно. В Кувасай батюшка приехал со своей семьей. Вот, вот, в прошлый год заступил я. Слава Богу, конечно, место такое благодатное нравится. Люди здесь, видно, люди ругутся, они хотят познать Бога. Желают, чтобы службы были, молиться, им сообщишь, там, служба, они все, прибегают сразу, служба, молиться. Вот, ну, потихонечку как-то вот так вот. Храм Новый, но здесь уже есть свои святыни. А вот эта икона святого праведного Иоанна Кронштадтского, небесного покровителя прихода, привезена в Узбекистан из Кронштадта. Посмотрите внимательно, к образу приложена частичка облачения всероссийского батюшки, как его называли во времена его земной жизни. Цветы – остатки рая на земле. Так говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский. И неудивительно, что недостатка в цветах здесь нет. Посмотрите, какой красивый сад. Это цветет черешня. Правда, тишины здесь не будет. Слышите? Это кричат гуси. Здесь, при храме, настоящее большое хозяйство. Первое, что в глаза попалось, это большая территория. И мы такие, что делать с этой землей? Ее так много. Что можно придумать на ней? И мы сразу стали размышлять в том плане, что если уж увеличивается приход, увеличивается народ, воскресные трапезы, допустим, что-то должно быть свое. Потому что все дорожает, к сожалению. Кролики и гуси стали первыми жителями двора рядом с храмом. Потом появились курочки. У нас здесь вот небольшая такая ферма, можно сказать, которую мы хотим в будущем увеличить. Гуси у нас, козочки есть. Конечно, курочки. Как я уже говорил нашим прихожанам, у нас есть курочки. Японского, русско-узбекского производства в сотрудничестве с русско-православной цехой. Уточки у нас тоже есть. Хрюшки бегают там неподалеку. Земля позволяет. Будем расширяться еще. Это ж трудиться надо дополнительно здесь. Ну, трудимся, да. Особенно вот нам как бы не было скучно в первую неделю Великого Поста. То есть, ты считай, получается, после службы выбегаешь, а утром скотину покормишь. Уже идти на службу не очень хорошо. От тебя пахнет. Поэтому они у нас, можно сказать, в первую неделю тоже так же постились, как и мы. После службы выбегаешь тоже, их быстренько покормишь. Травушки накосил, там, и обратно на службу. Вот. Ну, вкладываюсь. Вкладываюсь. Приходится вкладывать время, нервы вкладывать, терпение. Потому что уход требует. Это как бы казалось, что, ну, ходят они себе, там, травку щиплют. И ничего с ними делать не надо. Но требует времени, потому что они болеют тоже. Надо следить. Вот. Корма требует. Очень много корма. Вот. Ухаживать надо. Вкладывать свой труд тоже надо. Иначе они самотеком не будут расти. Подстричь. Они у меня один раз здесь летали по полю вообще. Кто? Гуси и утки, да. Они разбегаются и летят. Летят. До забора летали они. Их сразу подстригать надо. У нас вот тут бегает одна цесарка. Куда-то вот убежала. Она у нас вообще по заборам, по крышам лазит. Залетает. Начинали, конечно, со страхом и риском. Потому что покупать маленьких только для того, чтобы они вышли из инкубационного периода. Чтобы они привыкли к среде, более природных условиях. Они-то вывели их под лампочкой и все. Так их пока приучишь, чтобы они и вес стали благополучно набирать. Потому что пока они маленькие, их там кормами и добавляют в корма стимулирующий рост. Пока из них вот это все выведешь, то есть они, бывает, и не выживают. И когда берешь их, вкладываешь в финансы, рискуешь тоже этим. Только чтобы потому, чтобы не погиб скот. Иначе это тоже большие утери. Утери бывает много. И они были тоже, да. А сейчас, конечно, было бы голов больше. На самом деле. Когда молока от козочек станет больше, планируют раздавать его малоимущим. Корысть здесь не главная. Здесь тоже хватает. И семей, конечно, которые, к сожалению, в таком бывает финансовом затруднении. Вот даже вот наши эти курочки вручали. Да, вручали. Даже несмотря на состояние поста, люди мирского характера, им сразу не объяснишь. Ну, дети, да, дети голодают, там сказали. То есть не запретишь, потому что, ну, это же дети. Даже если во время Великого поста иногда приходится с такими ситуациями сталкиваться. Ну, дай Бог, конечно, надеемся, что Господь все устроит так, как надо. Потому что, ну, Господь сам говорит, что все должно быть то, что душеспасительно, то, что полезно для окружающих все-таки. Не только я, не только себе. Ну, будем молиться тоже. Вот. Поэтому и... Ну, и, конечно, всех ждем, всех приглашаем, чтобы... Землях... Земли хватает. На всех хватит. Поэтому, дай Бог, что кто-то, может, из ваших краев, кто приедет, остановится у нас. Вот. Будем ждать. Здесь народ отзывчивый. Я когда, вот, допустим, приехал сюда, первое, что в глаза бросилось, здесь в основном все на пути любезны. Казалось бы, да, что в столице, это очень редкость, потому что вся суета, и здесь тишина. Тут такое место, можно сказать, как-то не то, чтобы рай небесный, но земной. Есть такое ощущение. Тут тишина, тут благодать Божия присутствует. В какой-то степени даже была мысль как-то скит открыть здесь. Территория позволяет, в принципе. В этот храм регулярно приезжают митрополит Ташкентский и узбекистанский Викентий. Вот и в прошлом году глава Среднеазиатского митрополитчего округа поздравил прихожан с престольным торжеством. 14 июня – День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мы называем его всероссийским батюшкой, который известен во всей России и которым привлекали люди в дни его жизни, чтобы получить от него благословение, исцеление и помощь в житейских и духовных делах. Он и сейчас помогает нам в исцелении наших болезней, в том, чтобы даровать нам избавление от всяких проблем житейских, которые обливают нашу жизнь. А когда люди приходят, ну и храм, конечно, начинает оживать. Иначе он пустеет. И Господь скорбит о том, что есть все, а люди, к сожалению, не тянутся. Но, слава тебе, Господи, здесь с этим нет такой проблемы. Люди хотят, люди верят, хотят, что-то большего ожидают. Вот изменения, перемены, ну изменения только в духовном, только в духовном воспитании. Такова вот наша работа – воспитывать, научать пасту свою, полагать душу. Душу полагать. Иначе никак. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»